всем привет добро пожаловать на канал сегодня вам расскажу каким образом я обрабатываю музыку для того чтобы она звучала более динамично речь пойдет скорее всего какой-то экспериментальной музыки музыки которую я делаю фоном для своих видео ну и для ambient музыки это также подойдет я расскажу свой секрет как я использую фильтр с лфо а также свою любимую педаль эффектов boss space echo позаписываю лупы но а из качестве источника звука я буду использовать как ни странно букву изель от компании артуре в виде плагина все дело в том что я не так давно купил себе новый компьютер не ну не то чтобы на старом компьютере не мог писать музыку но новый компьютер он вдохнул какую-то новую жизнь в цифровую среду для меня и раз уж у меня теперь есть такая возможность то скорее всего я буду использовать какие-то интересные плагины и большое спасибо компании артуре за то что она предоставила мне некоторые плагины на тест и сегодня будет один из них это буква изельфай в качестве клавиатуры я использую q nexus это вот такая маленькая миде клавиатура она немножко дурацкая правда но я ее все равно использую она мало места занимает она поддержит mpe не просто триггер и там высота тона да здесь также используется можно использовать силу нажатия и прочие всякие интересные штуки поэтому практически на букле изель я сегодня буду играть я уже послушал это синтезатор немножко подобрал пресеты которые мне были бы интересны и вот один из них вот так звучит в оригинале можно использовать сатурацию или enhancement давайте начнем лучше с сатурации чтобы придать динамики звуку особенно перкуссионному я всегда добавляю огибающую на фильтр звук начинает развиваться это реверп это эхо то есть делай я добавляю их поочередно и миксую было и стала поскольку буквы это не субстрактивный синтез а скорее всего аддитивный то здесь очень много интересных гармоний которые мы получаются посредством добавления их в осциллятор их взаимодействия друг с другом но мы сюда добавим еще немножко фильтра и обработаем пространственным эффектом также чтобы этот отрезок был еще интересней я использую следующую штуку добавляю лфо но волну использую рандомную и делаю медленней может быть не так сильное влияние сделаем чуть-чуть поменьше на графике можно видеть какое изменение происходит со звуком давайте запишем послушаем что получилось каждого чуть подольше не 8 бар а например 32 или даже пусть будет 64 сейчас я покажу еще один пресет который мне понравился как слишком много наверное да давайте все так сатурации Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok По-моему, очень издамично получается развивать мелодию, если она вам нравится, посредством эффекта. Обычно я всегда что-то подкручиваю для того, чтобы передавать настроение, которое в процессе записи происходит. Ну и тем самым развиваю этот отрезок. Раньше я редко использовал плагины, но если только для какой-то обработки, то сейчас в новых условиях, когда у меня не так-то много с собой пространства для того, чтобы носить их, я буду использовать, конечно же, на компьютере. Особенно интересная и очень большая палитра этих синтезаторов, особенно винтажных, представлена у компании Arturia. Я думаю, что в ближайшее время я их многие попробую и, наверное, найду там что-то интересное для себя. Поскольку компьютер у меня сейчас новый, то у меня есть ощущение того, что я купил себе какой-то новый синтезатор, когда используете все эти плагины, потому что они выглядят как настоящие синты. Есть ощущение того, что это оригинальный синт. По поводу звучания тут сложно сказать, тем более, что у меня рядом даже нет нормальной акустики, я слушаю все в наушниках. Но спустя какое-то время, думаю, можно будет вынести какой-то вердикт, хорошо ложиться в микс или что-то еще. Так или иначе, если использовать это с внешними приборами, например, такими как Analog Heat или Space Echo, то вы можете добавить всегда винтажного и теплого звучания аналогового устройства. Даже тот самый путь, который проходит звук через всю эту коммутацию, насыщается определенным объемом проводов, что ли. Кстати, если вам интересно, какой компьютер я взял и почему именно такой я взял, они совсем связаны с музыкой, но если вам это интересно, напишите в комментариях, возможно, я сделаю обзор своего нового макбука и расскажу, почему именно такой я выбрал и для чего он мне нужен. Очень много пресетов в стиле буквы, но это и есть буквы. Давайте запишем Multisample Pack с этим пресетом и моей выставленной тут обработкой. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое вообще Multisample Pack? Multisample Pack это запись синтезатора по нотам, то есть, соответственно, нота C играется и записывается нота C. И когда вы воспроизводите на своей миди-клавиатуре, она так и воспроизводится в хроматическом порядке. Если же использовать только один сэмпл, то он начинает тянуться. Вверх или вниз иногда искажение тень очень красиво и не всегда строит. А тут есть возможность использовать пару октав с синтезатора. И вот такой вот Multisample Pack будет доступен для моих подписчиков на Boosty. Также я выложу туда лупы из этого видео. Также будет доступен Ableton Live файл, где вы можете просто закинуть его на дорожку и поиграть его в хроматическом режиме. Хотя не знаю, насколько точно там совпадают ноты, но по крайней мере экспериментальный буклопатч у вас теперь будет. Давайте я сейчас покажу, как это выглядит в Ableton Live. Здесь уже есть готовый файл для Ableton Live, и вы просто закидываете его на дорожку и играете. Если же вы используете другую DAW, то вы можете просто закинуть эти сэмплы в хроматическом порядке и играть ими. Таким способом были записаны сэмплы раньше в такие синтезаторы под названием ромплеры. По моему мнению, аналог хита добавляет звуку цифрового синтезатора, очень приятное и теплое звучание, такое шероховатое. Ну и плюс фильтры, конечно, динамические дают тоже ощущение того, что играет какое-то устройство. Насколько точно у компании Arturi получилось восстановить буквы изль, не мне судить, потому что оригинальную букву изль я не видел никогда и не держал в руках. Единственное, что у меня, конечно, Шнайдер и Ладен, я когда-то видел оригинальную букву, 200-ю, но я не осмелился к ней подойти. Нет, подойти-то я осмелился, но я не осмелился на ней что-то поделать, потому что я просто не знал, как она работает и просто побоялся. Но я надеюсь, что в ближайшее время у меня снова будет такая возможность, и теперь я уже подойду к этому более осознанно и сделаю какой-нибудь интересный патч. Давайте послушаем еще какие-нибудь пресеты, которые здесь есть, и, возможно, что-нибудь запишем. Думаю, стоит записать еще один луп. Так, примерно это будет играть с битом, но мы запишем без него. Вот такие эксперименты со звуком я люблю больше всего. Когда нет какой-то идеи по аранжировке, то я всегда работаю с саунд-дизайном следующим образом. Я посылаю звук на фильтр, добавляю ему постоянно такое хаотичное звучание посредством рандом-генерации огибающей фильтра, и обрабатываю своей любимой педалью результат, который получился. Мне очень нравится. Ну, зависит все от музыки, на самом деле. Но саунд-дизайн это не совсем про какую-то музыкальность, это, скорее всего, про характер и структуру звука. И то, что получается в такой связке, мне очень нравится. А вам, я надеюсь, понравилось мое видео. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и до скорой встречи. Пока!